вот мой номерок небольшой я иду на завтрак так ключи возьму вчера серёга повредил ногу пойду поинтересуюсь как у него дела вот наши то есть стоят все хорошо пока вот утро калифорнийская идем назад вся группа кроме нас троих получат втык за то что опаздывают на сборы договорились в семь часов выезжаем уже 7 10 никого нету так мы в волмарте накупили всякое барахло еды воды напитки мясо уголь розжиг сейчас приедем национальный парк на пикник будем готовить вот так вот значит мы покупаем продукты самообслуживание андрей чё чувствуешься кассиром еще то бабка вот мы въезжаем национальный парк юсимити тут небольшая пробочка сегодня суббота каждый парк вот такой вот есть проездной он на год выдается вот у нас до мая семнадцатого года это проездное дает право посещать все национальные парки америки вот у нас есть такой и в другой машине такой есть вот мы въезжаем уже национальный парк юсимити и знаменитая арка въезда в парк два камня и в них выбита такая дорожка и вот мы уже в парке стали вторым рядом плохие людишки но мы так долго сюда летели так долго сюда ехали так что уж простите нам такую штуку вот знаменитый водопад юсимити будет видно из-за деревьев наша первая остановка вот такие потрясающие горные вершины пики чё как нормально не устал супер но мы сегодня весь день по парку катаемся но как бы так лай в лайт режиме и вечером тоже часа два до отеля здесь у нас будет парк пикник юсимити фоллс самый высокий водопад северной америки вот на водопад юсимити потрясающий вид вот такая тропинка к нему ведет сейчас пойдем по асфальте на дорожке туда обратно по дикой через лес там нас машины припарковались но здесь софтографируется на фоне водопада вот он водопад юсимити вблизи это нижний водопад там верхний вот не видно огромное количество детей мочат ноги купаются развлекаются конечно весной здесь не так сейчас лето жарко еще и суббота вообще круто серёга дает интервью воде сидит толпа людей ходит косуля и даже не боится нас на покушек покушай курочку мандрику эти нарвал траву вкусную вкусную олененок косу косуленок давай давай попробуй ну вот но вкусно живот вот же те вкуснятина смотри прям вот полтора метра теперь понимаете почему в америке распространена охота с луком ну чтоб можно с камнем можно у них камнем можно охотиться да не то что с луком короче поставили фрукты овощи мясо сейчас угли зажжем пожарим миска купили вот угли розжиг винца сейчас будем отмечать пойдем купаться еще вторая порция жарится курица сосиски бургеры он там работаем на две сковороды олег шеф-повар олег ну что как получается работаем на две сковороды да как настоящем ресторане перспективное место перспективное место до 1 проходное место так все кушают вегетарианцы сидят отдельно со всеми отдельно так фрукты овощи половинку я огонь они приехали из южной африки на этой машине вот их маршрут вот они начали отсюда ехали по всей африке проехали через европу через россию и раз азия до австралия потом уплыли в новую изландию потом уплыли в южную америку и сейчас они вот смотрите они были на аляске это просто просто бомба браво просто бомба бомба да вот их карта прикиньте люди людям ветка получаешься 5 лет они проехали кто захочет там зайдите посмотрите ребят проехали всю землю вот такая тачка оверлендер называется 325 тысяч проехали прикинь этот маршрут вот тачка выдержала интерес столько раз сломалась вот такая вот у них короче то это как дом на колесах почти что ты с них маленькая кухонька там спальня здесь спальня здесь они водят здесь у них внуки сантреки бенз запасные шины эти шины прошли 300 тысяч километров нормально неплохо газовые горелки лопаты все как полагается бы вот люди до отдыхают просто вышел на пенсию продал дом купил тачку и поехал путешествовать по всему миру вот так у нас встречать старость из конечно мусор надо выбрасывать правильно отведенные места сначала ты должен сдать тест о том что ты не медведь только после этого мусорная корзина тебе откроется вот этот тест он очень простой попробую открыть карабин называется все карабин открыл и дальше они медведь и дальше вторая часть теста потяни все раз-два вот от нас четыре пакета вот теперь медведи точно не достану лишь написано использую карабин сохрани медведя потому что они едят мусор и тем самым навлекают на себя беду потому что их отстреливают если они очень часто питаются в местах скопления людей их приходится отстреливать потому что они становятся опасными для людей они охраняют свою еду свое место кормежки так все мы загрузились вот проверяйте после себя идеальная чистота все убрали везде мусор весь выкинули ребят но это также не сложно правильно за собой мусор выкинули каждый сделал маленькое дело и чистота везде везде чистота сохранена будьте чистыми убирайте за собой мусор вот мы вышли на местный пляж нудистский вот там два нудиста уже готовятся в кустах вот здесь еще нудисты собираются вот так вот таких видах купаемся он там натуралисты да вот прямо возле нас утки плавают прям сами подплывают видимо ждут еду давай где показывает как на аляске здесь была золотая лихорадка между прочим 100 лет назад я тебе серьезно говорю перед короче продать нельзя вообще класс это стоит того он заплыв вот мы в парке йосемити все симонова больше нет с нами снимают всех на этой скале вот вид на долину йосемити бэкстейдж вот так вот у каждой точки мы проводим по 40 минут все друг друга фоткают еще она еще тут не дает на второй не берет пока этот не съест какая это белка робот прямо последняя наша главная точка санами парке йосемити прекрасный вид на всю долину йосемити счастливые лица вот эта скала называется хав дом переводит английского полку половить она как полку пола хав хав но половина дом это купол вот водопад юсемити на котором мы были это верхний водопад а мы были у нижнего водопада ничего себе но там же у нас чуть левее да чуть левее у нас был пикник молодец прекрасное место чтобы сделать обалденную фотографию что мы сейчас сашей сделаем да вот там мы сейчас пойдем и чуть-чуть поснимаем сейчас надеюсь меня никто не оштрафует штамм если вы видели два табличка do not enter для америки это равносильно огромному забору с колючей проволокой с той стороны надо да вопросе кого-нибудь там вот только что я сфотографировался вот здесь это было реально страшно часто серега не реально стоишь там реально очень страшно там еще ветер сильный там еще ветер сильный идем смотреть медведя так все держимся группы никто никуда не отходит можно взять палку в руку и идем его смотреть кто первый увидит медведя тому приз только на змею не встаньте где она сказала просто осторожно один тут справа вот здесь один вот здесь слева их 2 так вот здесь и здесь только не шумим идем аккуратно да так мы подходим к медведю сейчас будем его фотографировать вон мужик стоит где-то он стоит возле медведя наверно но места здесь хорошие медвежьи вон уходит небольшой небольшой вон он ходит видите ребят это небольшой медвежонок тут еще мама должна быть вон уходик наверно не больше года ну может максимум 2 вот только не шумите тут 2 еще где-то есть аккуратно да нельзя вставать между мамой и медведем и это молоденький медведь вот где-то может быть еще его мама поэтому держаться группы вот он ходит гуляет грызет траву снять ходит 25 метров от нас до медведя 25 метров нас слишком много нас слишком много чтобы он не не направо не идите не идите направо пошел-пошел-пошел вот здесь целая целая делегация здесь все снимают фотографируют фотографируются с медведем когда будешь преследовать медведя он будет убегать от тебя так кто в какашку медвежью встал зачем она антоним наш машин вон он уходит уходит да в чаще в чаще мы за ним уже не пойдем тут в чаще тоже без вариантов да тут еще справа один должен быть мы можем сейчас назад вернуться поискать его женщина сказала что их тут два ну вот один точно пошел до партизаны выходят из леса вон